Один из ведущих военных аналитиков Коваленко, который написал о том, что ужасно сложилась для россиян ситуация в Курской области, много семей в России получит плохие новости. А до этого некая корнегрупп, такое подразделение военное, выпустила тоже ролик, что мы начинаем новую операцию, и у россиян есть всего два варианта. Оставить намного больше территорий или попасть в окружение. То есть тут речь идет, скорее всего, о каком-то продлении военной кампании. Видите ли вы перспективы того, что действительно может стать хуже на фронтах как раз для россиян? Потому что мы с вами уже успели проговорить в прошлых эфирах, что началось небольшое контрнаступление в Курской области, но кажется, пока существенных результатов там нет. Ну, смотрите, мы вот с военным аналитиком Юрием Федором обсуждали то, что Москва с флангов начала бить по контролируемой ВСУ территорию в Курской области. Говорят, опять же говорят, подтверждение пока непонятное, что со своей стороны Украина с территории Украины через госграницу взяли и ударили уже по флангам наступающих российских войск. Повторяю, официальной информации со стороны командования ВСУ нет. Да, нет. В общем, она это подтверждала. Это говорят военалитики. Аналитики, блогеры там, ну, видимо, получают с фронта информацию. В каком-то объеме ее дают. Если это действительно так, если действительно, как вот я вот смотрю, сообщают восьмитысячная группировка может оказаться в окружении, я не буду, и российская, я имею в виду, я не буду ничего утверждать, потому что, знаете как, давайте так скажем, мы не претендуем на то, чтобы, как другие некоторые блогеры, которые имеют гораздо больше просмотров, пересказывают чужую информацию. Мы этим не занимаемся. Почему? Потому что есть гораздо более, так сказать, авторитетные источники, они так или иначе делятся, эта информация, она становится общей, вот, и так далее. Нам смысл пересказывать просто информацию, то, что есть в телеграм-каналах, но это себя не уважать, понимаете? Но лучший способ это приехать и на месте в Курскую область, вот я вот это вижу, вот я вот это вижу, вот мне вот так показалось, я вот так могу экспертное мнение выставить. Но если это действительно так, выразимся осторожно, то последствия действительно могут оказаться очень печальными. Возможно, российская группировка там в попытке выдавить ЗСУ за государственную границу, да, в Сумскую область, попала в какую-то ловушку. Я бы этого не исключал. Не исключал. Повторяю, я говорю меньше, чем я как бы вижу, не то, что знаю, а вижу. Но я бы этого не исключал. Почему, во-первых, первое, потому что в СУ уже не раз демонстрировали невероятную находчивость и креативность. Кто поспорит с этим? И, так сказать, Харьковская операция в 22-м году, в сентябре, и там то, что происходило передислокацией российской войны с территории правого берега, из Херсона. Вот. И это при том, что это происходило под жесточайшим давлением, натиском, который осуществлял ВСУ, там вот вдоль берега Днепра, там наступление шло. Я очень хорошо помню, я вел тогда эфир подробный по этому поводу. А сама Курская операция, совершенно новаторское такое, креативное действие, которое осуществлено в военном командовании ВСУ. Почему не допустить, что действительно взяли и заскали резервы и ударили еще куда-то в самое печальное место, так сказать, организма российской армии? Следовало этого ожидать? Могли этого ожидать? Могло это ожидаться? Если это действительно произойдет, то это по части попыток освободить территорию Курской области от украинских войск до конца года, как тут вот говорилось, в разных местах, ну и, как я понимаю, со ссылками на генштаб российской армии, Минобороны, то может потерпеть крах, фиаско истории. Не в целом, как бы, война быть выигранной. Мы так не закидывали тебя. Но попытка выдавить с территории Российской Федерации украинские войска может потерпеть крах. Именно слово крах. Если все так, как сейчас описывается, может быть, все преувеличено. Я бы этого не исключал. Потому что, я объясню, почему. Для меня вот больше политические аспекты здесь имеют значение. Видите, Путин же играет. Он говорит, а мы не будем обращать внимание. Это все провокация, значит, бандитов из ВСУ. Кто они там, террористы, кто они и так далее. Мы будем делать то, что мы делаем. А в Покровске ничего не происходит. На Покровске наступление приостаново, то, правда, они пытаются расширить фланги, пытаются этот клин увеличить. До Покровска они его называют красноармейским. Но там нет наступления сейчас. Там замерло все. И они, видно, переключились именно на историю с Курском. Говоря о другом, тем не менее, они в Курске передислотировали некоторые соединения для того, чтобы, ну, в общем, под крики о том, что вот мы уже пять сел освободили, десять сел освободили. Возможно, что там очень печально может случиться все. И тогда получается вообще фиаско. И там, и там. Вы и Покровск не взяли. И в Курске, значит, в попытке освободить территорию двух районов, в Курске, в области, там, приблизительной площадью, от 1000 до 1200 квадратных километров, вы и там можете в котел очутиться значительная часть ваших личного состава. Еще раз повторюсь. Ситуация может меняться. Война – дело непредсказуемое. Сегодня так, утром так, через час так, вечером так. Поэтому, когда вот пытаются там говорить, вы уже тут, знаете, как у нас ботов насылают на наши передачи и, значит, заявляют о том, что мы постоянно пророчим победу ВСУ, что вот перемога и так далее. А где обратно это? Обратно это где, я спрашиваю. Где Киев за три дня? Два с половиной года длится война. Скоро уж на третий скоро будет. Где это все? Откуда вот это убеждение, так сказать, то ботов, то там, идиотов с той стороны о том, что вот еще чуть-чуть, уже пять взял освободили, скоро из Курской выдавим, Покровск возьмем и завтра в Киеве, понимаете? Откуда вот, вот откуда это все? Хорошо мы согласны с анализом, что есть некая баланс сил, военное равновесие, эквилибриум, как мы его называли в прошлом году. Действительно он есть. Украине недостаточная сила для того, чтобы освободить до границы 91-го года, вот в обозримые сроки точно, свою территорию. Но и у Москвы нет возможности продвинуться дальше. Вот как это не поймут. Устраивали ли Москву статус-кво? Вот ее не устраивает даже больше, чем Украина. Вот это важно понять. Потому что, во-первых, линия фронта изогнулась внутрь территории, Российской Федерации, а с точки зрения других участков фронта на территории Украины, я бы не сказал, что там бешеный успех. Политический успех Курской операции, он гораздо больше, чем все локальные успехи российской. Потому что они и так занимаются Российской Федерации. Что там нового может быть? Возьмут покровств, не возьмут. А вот, извините, Курская область, это гораздо существеннее. Это гораздо чувствительнее. Я, кстати, не исключаю, что общей реакцией на, в общем и целом, ситуацию в Курской области, и вот сейчас попытку деоккупации ее, являются вот эти сейчас спорадические заявления. А если что, мы ядерное оружие примем? С самого верха и до какого-то депутата Колесника, или как он там, депутата Госдумы, который сказал, что можем провести. Но проведут они испытания, если речь идет об этом, на своей территории. Покажут, что у них есть, значит, ядерное оружие. Мы так мы это знаем. Но проведут на новой земле, или где они там проведут эти испытания. Могут провести. Могут провести? Да, могут провести. Ну, если, так сказать, никто не поведется, то ничего не изменится в лучшую сторону. Никто не испугается. Я считаю, свое мнение высказал. Принципиально важным сохранять плацдарм на территории Курской области для вооруженных сил Украины. Вот мое личное мнение. Почему? Потому что это не столько и меняет как-то военную ситуацию радикально, что вот завтра в Москве уже будут. Нет, 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 нет. Так это не работает. Но это создают политические предпосылки для преимуществ, которые получает военно-политическое руководство Украины на любых переговорах, давлениях, попытках, использовать переданные западные средства для ударов вглубь территории. Для всего на свете. Для позиционирования общего, да, кто сказал, что Москва выигрывает, кто сказал, что ее наступление 24-го года такое успешное. Кто вам это сказал? Да, такое успешное, что мы уже в Курской области. Охренительно успешный год для российской армии. Они же говорили, как в мае. Вот неудача контрнаступления украинского в 23-м году, будет иллюстрацией для нашего невероятного успеха со взятием Харькова, Одессы, там бог знает каких еще мест в 24-м году. И где это все? Учитывая, что сейчас начинает вторая половина сентября, а вообще, говоря, так сказать, ну, скоро развезет, там, не знаю, к октябрю или в разных местах по-разному. Я вот в ноябре был в Херсоне, вот, и на линии фронта в ноябре, там, кстати, жарко было. Я не знаю, как будет погода влиять, но она будет влиять. Ну, не в ноябре, это в декабре. То есть, не так, что много времени и осталось. Поэтому ситуация в Курской области, скорее всего, будем осторожно выражаться, совсем не такая, какой ее рисует российское руководство, российские Z-блогеры, как это было вот еще несколько дней назад. Видимо, совсем не дураки сидят в Геншайбусу и так просто уступить вот этот участок в тысячу, тысячу двести килограмм, не собираются. Не думайте, что это будет прогулка. А во всем остальном, ну, слушайте, уже меняют. Два обмена было. Попавших в плен, там, по 40-49 и сколько там, еще 49, или 50, я сейчас точно цифру не знаю. Сегодня больше 100. Больше 100. Ну, окей, окей. То есть, меняют, так сказать, ну, будет еще, будут и погибшие. Причем, заметьте, срочники. Это не, не только там, ну, может, контракт, немобилизованный, еще кто-то, а срочники. Уже и гибнут, и попадают в плен, уже их обменивают обратно. Это свидетельство того, да, все это было с момента, когда месяц назад началась операция в УСУ, в Курской области, но, видимо, с резервами у России тоже не все так лучезарно. Вот в чем все дело. И я считаю, что для того, чтобы купировать негативные результаты, в том числе, прежде всего, в Курской области, будут использованы части состоящие срочники. Пусть никто иллюзий не питает. Вот те родители, которые уверяли, что они не будут принимать участие в специальной военной операции, Путин и все остальные в течение двух с половиной лет, ну, вот можете трубочкой свернуть и засунуть вот туда эти обещания. Ваши дети будут просто так за ни за что гибнуть. Пусть никто потом не говорит, что мы не понимали, мы не знали, мы вам это говорим. Хотите слушайте, хотите верьте, хотите нет. Но это надо отдавать себе отчет, что если вы готовы отправить собственного сыночка там 18, 19, сколько ему там, 25 лет, чтобы он погиб, ну, так оно и произойдет. Просто российская армия в нынешнем виде может решать вопросы на территории Российской Федерации в обязательном порядке с использованием личного состава стоящего из срочника. Вот чтобы иллюзий не было. Там еще ладно, в Украину может и не отправят, хотя тоже, смотря куда. В Крыму стоят срочники, стоят. На границе, на других участках, в Белгороде, стоят срочники, конечно, стоят. Но это не отменяет того важного, непреложного факта, что воевать будут силами срочника на территории Российской Федерации. Вот и все. Самое страшное, так как вы говорите о том, что нет информации. Действительно, наше командование по-прежнему Курскую операцию держит в полном информационном вакууме. Страшно для нас, потому что мы всегда очень переживаем за нашу армию. Ясно, что россиянам все равно. И коль вы уже вспомнили сегодняшний обмен, там действительно очень много видео уже появляется. Во-первых, впервые за все это время после того, как отдали наших командиров Азова, сейчас вернулись азовцы. Это беспрецедентно, потому что вчера это были в основном женщины, сегодня это уже мужчины и меняли их как раз на срочников, взятых в Курской области, поэтому в этом тоже есть определенный смысл этой операции. Но одному из военному пересказывают, вряд ли кто-то из наших зрителей может это понять, но человек два с половиной года был в плену, потому что 84 дня они обороняли как раз Азовсталь и Мариуполь и 800 дней они находились в плену. Так вот, ему пересказывают вкратце, что происходит, какие территории наши, какие не наши и говорят о том, что часть Курской области захвачена. И у него просто там невероятные эмоции, потому что, конечно, в это очень сложно поверить. Но в то же время, Марк, я где-то в глубине души надеялась, что сегодня мы будем с вами разговаривать и уже как о свершившемся факте по теме того, что нам разрешили использовать вооружение, западное вооружение по территории Российской Федерации. На данный момент этого решения, как вы знаете, нет, несмотря на все встречи и президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании. Тем не менее, сегодня опубликовал Ройтерс информацию о том, что снова Украина переуточнила места, цели по России для нанесения ударов западным оружием. Ну и вот среди этих целей командные пункты, склады топлива, оружие, места сосредоточения войск. Абсолютно все законные военные цели. А зачем снова говорить об этой информации? Просто мне кажется, что это определенная подсказка россиянам, они уже отогнали свои самолеты. Ну а это, конечно, для того, чтобы запугивать тех же россиян. Во-первых, эти 250 объектов, которые Ермак вместе с Умером, министром обороны Украины, привозили еще в Вашингтон, я думаю, не секрет. Ну вот реально дело не в списке и дело не в обнародовании этих целей, засветке этих целей. Ну что, никто не понимает, на какой расстоянии, на какой глубине находится военный объект, даже если самолеты перегнали, это мало что решает, честно говоря. Потому что там есть и военные части, есть штабы, есть склады, есть, которые никуда не перенесешь. А что, ты до Москвы отведешь части, а кто оборонять-то будет территорию Европейской, Российской Федерации? Все равно это объекты, которые все равно там останутся. Самолеты им жалко, самолеты вещь такая, знаете, их убьешь, уничтожишь, и других самолетов нет, ты их еще по ней выпусти, понимаете? Это история такая. А людей, мамки новых нарожают. Бронетехника, ну, так ее, знаете, ее дерьма-то этого, в общем, вагон и маленькая тележка. Самолет чувствительная вещь, да, я согласен. Там есть и объекты, как мы уже говорили, в том числе и раннего оповещения в системе ядерного щита России, там есть и много другого чего, чего не упоминается, но точно есть. И Москва знает о том, что знает об этом Украина и Запад. Наверняка, мишенем могут оказаться совсем не те 250 объектов, которые заявлены, знаете, говорят одно, делают другое. Это может быть, как вы правильно говорите, еще и попытка взять на понт. Ну, а почему нет, почему не взять на понт? Москва постоянно этим пробавляется, говоря о том, что ну все, ну все, раз вы вот разрешите ударить, бить вглубь территории России, то НАТО участник военного конфликта и так далее. Понт, вполне допустимая вещь, это маневр, который может влиять на принятие ошибочных решений военно-политическим руководством России. Может влиять. Не обязательно влиять, но может влиять. Я, как и говорил, я считаю, что американцы дадут свое разрешение все-таки после выборов. Вот все-таки это произойдет после ноября. Почему не до ноября? Потому что они боятся струнуть ситуацию, поскольку Москва тоже это понимает и грозит с этим ядерным оружием, пытаясь, может быть, повлиять на какие-то отдельные политические силы, наблюдатели, прессу, самих избирателей внутри Соединенных Штатов, ну не дай бог, там довели вот до такого. Какая уж там Камала Харрис, пусть выберем Трампа, пусть он едет договариваться с этими варварами из Москвы и так далее. Может такая логика быть? Ну может такая логика быть. Почему такой логикой не может быть? Поэтому американцы будут тянуть по части собственного предоставления права Украине ударов теми средствами, которые уже направлены в Украину, используются украинные в Италии, в частности, атакам с ракет для Хаймерсов и так далее. Они на 300 километров стреляют, очень эффективно, очень мощные и почти невозможно сбить. Можно, но очень сложно. Эти баллистические ракеты очень сложно сбить. Что касается западных средств, ну там британских, французских и так далее, мы знаем позицию, что они настаивают на предоставлении этого права и Лондон, и Париж. Возможно, есть какая-то замысловатая договоренность, которая нам не говорит. Отложенное какое-то, отложенное разрешение или там, грубо говоря, начнут использовать средства, а потом скажут, ну это украинцы сами, это же без нашего разрешения. Может такое быть? Да тоже может быть. Тоже может быть. Сказали, вы используете, а мы скажем, а мы им так запрещали, так запрещали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такое тоже может быть. Почему нет? Почему нет? Наверняка какой-то вот такой маневренный ход ищется. Я не верю в том, что принципиально Вашингтон и европейские союзники Украины не понимают ситуации. Раз, и второе, будут запрещать в любой ситуации в Украине использовать эти средства. Я в это не верю. Я не понимаю это. Потому что логика подсказывает, что это необходимые условия для продолжения боевых действий, для ведения войны с превосходящими силами, ну хотя бы по количеству, силами противника. Поэтому я думаю, что это все можно трактовать как игру со стороны Запада, игру, и лицо у Зеленского вполне довольное, когда он уходит со всех переговоров. Поэтому, видимо, он что-то знает, но не говорит. Видимо. Вот. Поэтому я думаю, что несмотря на все эти заявления или молчания по поводу разрешения Украины использовать эти средства, все равно какой-то процесс идет. Процесс, который ведет к разрешению использования этих средств. В каком виде и как, наверное, мы узнаем позже. Но повторяю, для этого есть первое. А. Проблема – это выбор в США. Она, кстати, влияет, как я еще раз говорил, на то, что никаких попыток переговоров, мирных саммитов, продолжения каких-то инициатив уже начатых, проектов по формуле мира и там потом не будет, потому что без определенности исхода выборов в США, ну, невозможно прогнозировать, невозможно планировать никакое мирные процессы или там попыток переговоров или еще чего-то без определенности позиции самого высшего руководства Вашингтона. А оно не возникнет, пока не определится Харрис или Трамп. Все. Даже это две разных позиции. Что бы там ни говорилось, чем ближе выбор, мы понимаем, что разница есть. Можно быть не в восторге от нынешней администрации Байдена, для этого есть более чем основания. Можно быть не в восторге от того, что планирует Камала Харрис. Может быть, да. Но и от того, что говорит Трамп, определенности больше не возникает. Поэтому мы не лезем в американский выбор, кого выберут, того выберут. Тем, чем, каким результатом придут, тем и будет работать Киев. Но тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, я считаю, что многого не говорится, многое не засвечивается, а решения какие-то все-таки принимаются. Если бы этого не было, знаете, пелетоном бы не ездили в Киев на все эти саммиты руководители самого высшего уровня, там, Блинкин бы не приезжал. Этого бы ничего бы не было. Было бы по-другому. Был бы холод такой, мороз. Поэтому я думаю, что-то решается. Может быть, тут не дадим, там компенсируем. Я такое не исключаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok